Приветствую всех, с вами Олег Саламаха и начиная с этого видео мы с вами будем смотреть обзор очередного супер турнира под названием Opera Euro Rapid, который входит в целую серию супер турниров под названием Champions Chess Tour с участием чемпиона мира Магнуса Карлсона. Это крупнейший турнир в истории шахмат, который проходит путем онлайн игры, то есть через интернет. Значит, участвует у нас сильнее 16 гроссмейстеров, давайте посмотрим на состав. Ливон Аронян, Александр Грещук, Тимур Раджабов, Дин Лежень, Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Магнус Карлсон, Ани Шгири, Уэсли Со, Ян Шиштоф Дуда, Хикару Накамура, Максим Вашьевограф, Санто Швидет, Сэмуэль Шенкланд, Линьер Домингес и Матиус Блюбаум. Сразу же обговорим с вами формат. Турнир пройдет за 9 игровых дней без выходных. Первые 3 игровых дня соперники играют между собой по круговой системе в 15 туров в быстрые шахматы с контролем 15 минут и 10 секунд добавления на ход. И далее 8 сильнейших проходит у нас в четвертьфинал. Далее за 2 дня разыгрывают четвертьфинал, затем проходит у нас соответственно ровно половина, то есть 4 шахматиста проходят в полуфинал, за 2 дня разыгрывают полуфинал и соответственно далее 2 сильнейших проходят у нас в финал, где также за 2 игровых дня будет выявлен победитель. Вот такой вот нехитростный турнир. Дальнейшие все соответственно какие-то нюансы мы с вами узнаем по ходу. Ну а сейчас ставьте лайки до начала обзора, это позволяет видео продвигаться в рекомендациях по нашей старой доброй традиции. И внимание на экран. Сейчас перед вашими глазами регламент турнира и призовой фонд. И сразу друзья давайте договоримся так. Я сегодня буду показывать достаточно много партий. Поскольку было очень много результативных партий, кровь лилась буквально рекой, поэтому мне придется ускоряться. Какие-то варианты я совершенно буду выбрасывать за борт, но общую картину событий я вам все-таки покажу. Также на экране вы будете видеть, соответственно, жеребьевку туров. То есть сейчас вот на экране жеребьевка первого тура, кто с кем играет. И когда закончатся результативные партии этого тура, вы будете видеть результаты всего тура. Надеюсь понятно. Ну а теперь начинаем. Экспресс-обзор. Белыми играл Уэс Лисо, черными играл Магнус Карлсон. Я даже не буду перечислять название ходов. Не вижу в этом никакого смысла. На доске была разыграна сицилианская защита, вариант Рассалима. Уэс Лисо расставился достаточно крепко. И Магнус Карлсон начал искать пути к уравнению. В результате белые потихонечку тихой сапой начинают завоевывать рубежи. Пешка на поле Д6, как мы видим сейчас, довольно-таки слабая. Но везде в тактике черные держатся. Поскольку угрожает взятие на поле Ф3 и пробой на поле С3. Видите, что слон и ферзь атакуют коня. Х3. Ладья Д8. Король Х2. Ферзь Б4. Ну и дальше маневры продолжаются. В результате Уэс Лисо удалось заставить черных немножечко раскрыться. И в лагере черных образовались достаточно существенные слабости. Слабый король, которого Магнус прячет на поле Х8. И пути возможного вторжения для белых фигур. Итак, черные пока на чеку. Ладью не пускают. Но белые пытаются окольными путями пробраться в лагерь. И им это удается. После ладья Ф8, защищая пешку на поле Ф5. Видно, что у белых перевес. Потому что в лагере черных достаточно много слабостей. Ну и после ладья С2 белые готовят сдвоение своих тяжелых фигур. Чтобы осуществить вторжение. И здесь Магнус ошибается ходом Ферзи 6. Надо было играть ладья Д7. Не пуская непрошенную гостью на поле С7. Правда, анализ показывает, что все равно после ладья С1. Угроза вторжения на поле С8 достаточно неприятная. Тут надо играть ладья Ж7. Но все равно после ладья С8 везде в вариантах у белых перевес. Итак, Ферзь Ж6 играет чемпион мира. Следует вторжение ладьи. Точная защита ходом ладья Ж1. Защищаются от мата белые. А во-вторых готовят пешечный прорыв. Итак, Магнус пытается бороться за вертикаль С, отдавая пешку. И вторгаясь своей ладьей. Но после конь Е6, точного хода, отвлекающего. Брать коня нельзя ввиду того, что мат висит. Пришлось черным защищаться. Но в результате они получили плохую позицию. И после короля Х1, готовя ход Ж4. Король Ж7. Ж4. Позиция черных уже стала стратегически безнадежной. Вот так вот Магнус Карлосом был переигран в собственном стиле. Ну и король Ф7. Еще одна ошибка. Надо было играть король Ф8. Увидим разницу, что на короле Ф7 шах висит на поле Х7. И после взятия ладья Ж5 пешка повисла с шахом. Дальнейшее не требует никаких особых комментариев. Король у белых уходит из-под шахов. И после король Е1 чемпион мира капитулировал. Ферзь должен уходить. Тогда следует. Ферзь бьет Х7 с матом. Ну а если ладья шахует, то король к ней приближается. И черные ничего не могут сделать. Таким образом, Вес Лисо в первой же партии побеждает чемпиона мира. И кажется, что Магнус Карлсон до сих пор не пришел в себя после неудачного выступления на супертурнире в Вейконзее. Но так это или нет, мы с вами увидим далее. Белыми играл Ливон Аронян. Черными играл Дин Лежень. В этой партии была разыграна сицилианская защита. Вариант Созина. Черные сразу же набросили пешки на ферзьевом фланге. Белые в ответ пытаются атаковать на королевском. И получается очень острая игра. Белые пока, как мы видим, остались королем в центре. И идут сразу же вставить мат черным. Брать на поле h7 нельзя ввиду ферзь h2. Поэтому Дин Лежень прячет своего короля. И Ливон Аронян наносит удар. Слон бьет е6. После чего получает две пешки и качество. Заканчивает развитие. И здесь Дин Лежень отвечает. Ладья бьет c3. Абсолютно верно. Надо расшатывать позицию белого короля. Но после bc ошибается играя ферзь е6. Здесь надо было сразу играть конь c4. Брать, что называется, быка за рога. Нападать на пешку на поле a3. И позиция была бы примерно равной. Но промедлив Дин Лежень позволил Ливону Ароняну пожертвовать. Опять же еще раз ладью. И добраться до черного короля. Причем после ед выясняется, что пешка страшная, проходная. Бить слона на поле g5 нельзя. Ферзь связан. Ну и дальнейшее, что называется, без комментариев. Здесь получил пешку и ладью Ливон Аронян за две легких фигуры. И кажется, что этого, конечно же, достаточно. Но точной игрой вот здесь вот, конечно, ошибается Дин Лежень. Точной игрой все равно Ливон Аронян должен будет добиться победы. Поскольку пешка f должна принести ему результат. Ну вот здесь у черных был красивый удар. Конь b3 шах. Бить нельзя, ввиду ферзь бьет c3. И тогда здесь уже либо вечный шах, либо просто король мат получает. Потому что там слон еще подключается к атаке. Ну а на король b1 просто конь идет на c5. И, во-первых, мы защищаем слона во вариантах. А, во-вторых, не пускаем ладью на поле d7. Таким образом, черные еще держались. Ну а после ферзь d8 сыграл конь c6. Неудачный отдельный Жень. И после ферзь e8 сдался. Потому что выясняется, что от вторжения ладьи с выигрышем ферзя нет никакого спасения. Вот такая вот любопытная партия. Тут еще, видите, и пешка висит на поле h5. Короче, Дин Лежень капитулировал. Идем дальше. Белым играл Максим Вашилограф. Черным играл Даниил Дубов. А в этой партии было разыграно спокойный дебют двух коней. Причем, играли соперники очень долго. На самом деле, на равных никто нигде особо не ошибался. Но потихонечку, постепенно, Максим Вашилограф, играя белыми, оттесняет фигуры черных. И в результате ему удается завоевать вертикаль D. Дальнейшие вторжения привели к тому, что черным пришлось немножечко ослабиться. Но все равно ладейное окончание, которое, как мы с вами прекрасно понимаем, не выигрывается, должно было закончиться в ничью. Но здесь в дело вмешался злой цейтнот. Белым удалось образовать очень страшную проходную по вертикали А. В ответ черные контратакуют на королевском фланге. Ну и на самом деле выясняется, что черные везде в вариантах держатся. Сейчас мы с вами увидим критический вариант. Вот видите, черные даже здесь уже начинают играть на победу. Белые играют ладя А6, защищая пешку на поле А6. И после король бьет Ф3, А5, пробует свой последний шанс. И здесь Данил Дубов очень грубо ошибается, забирая еще и пешку на поле Е4. Такая вот жадность сразу же погубила российского гроссмейстера. Здесь к ничьей приводил просто ход ладья А1, шах. И на король H2 следует король G4. Бросают в свой козырь черные. И если Е5, то шах. И начинаются очень-очень долгие приставания. Причем здесь, значит, в варианте получается, что после ладья А2, король C1, черные бросают вперед свою пешку. Ф3. И на Е6 ладья бьет А6, Е7. Такой вот красивый трюк. Теперь либо пешка проходит, либо еще и пешка H идет у белых. И получается так, что здесь черных спасает ход ладья А1. Король D2, не пуская пока ладью на поле Е1. И на шах. Теперь если король Е3, то ладья Е2 с выигрышем пешки на поле Е7. Короче, вот какие-то такие варианты могли промелькать. В анализе везде черные держались. Но Данил Дубов пешку съел. И в результате оказалось, что белые пешки стали неудержимыми. Вот такие вот ртутные пешки. И в результате теперь король уже точно вскрывается из-под шахов. А вот пешки белых никак задержать невозможно. Картина маслом. Две пешки и разрывающаяся ладья на поле H1. Кричащая от собственного бессилия. После король C4 пришлось Данилу Дубову сдаться. Вот такая вот интересная партия. Идем дальше. Белыми играл Сэмэль Шэнкланд. Черными играл Сантош Видит. В этой партии был разыгран закрытый дебют. Ферзевый гамбит. И соперники постепенно, потихонечку заканчивают развитие. Черные напали на пешку на поле B2. Белые в ответ это игнорируют. Потому что будет ладья B1. Ну и разменялись ферзи. И вот здесь наступила первая, сейчас мы с вами увидим, первый критический момент в партии. Здесь вот после слона А3, ладья Е1, Б5, черные зажали белых. Но белые пытаются расшатать позицию на королевском фланге. И неожиданно им это удается. После Б4, ладья С1, БЦ. Ладья, значит, бьет Б7. Д4. Конь Ф5. ДЕ. ФЕ. И конь Б4. Играют черные, ставя белым красивую ловушку, которую белые, к счастью, обошли стороной. Кажется, что можно бить на поле С3. Но это как раз ловушка. В этом случае после конь бьет Д3. Ладья бьет Д3, слон С2. Вот такой вот прострельный удар. Теперь коня можно защитить только ходом у ладья Д5. И тогда следует второй прострельный удар слоном. И черные побеждают. Такая вот симпатичная ловушка. Но после конь Б4 не попался в эту ловушку Сэмуэль Шэнк. Он сыграл слон С4. Напал на пешку на поле Ф7. И здесь уже выяснилось, что игра на ловушке вышла черным боком. Потому что пешку на А2 защитили. Висит на Ф7. И здесь черные растерялись, сыграв король Х8. Чтобы уйти из-под шаха, можно было сыграть слон С6, нападая на ладью. Тогда слон бьет Ф7, король Х7. И вскрытого шаха нет. Но есть ход ладья С7, зато с нападением на слона. Но здесь надо играть тогда ладья С8. И получалась позиция после ладья бьет С8. Ладья бьет С8. Ладья бьет С3. Теперь пешку можно забрать. Явно в пользу белых. Король у черных достаточно раскрыт. Но после короля Х8 партия закончилась очень симпатично. Белые забрали на С3. Затем вторглись своими всеми фигурами. И поставили на самом деле черному королю просто мат. Здесь заход до мата. Слон Ф3, слон бьет Ф3 мат. Сантош видит, капитулировал. Идем дальше. Белыми играл Ян Кшиштоф Дуда. Черными играл Ян Непомнящий. Ну а в этой партии была разыграна защита Грюнфельда. Ян Непомнящий верен себе. Он черными на Д4 всегда играет защиту Грюнфельда. И делает это в основном замечательно. В результате белые получили преимущество в центре. Все как обычно. Ну а черные играют на флангах. И на самом деле белым, то есть Яну Кшиштоф Дуде, удалось получить перевес за белых. Поскольку ферзь на поле А5 оказался вырезан из игры. И ход слон Е3 вот здесь оказался неудачным. Здесь надо было белым играть слон Ф6. Пытаясь прослабить черных по черным полям. И позиция была бы здесь сложная и примерно равная. А вот ходом слон Е3, таким трусливым, теперь уже белые просто обречены защищаться. Ян Непомнящий играет конь Д5, ставит блок. И теперь получается позиция с одноцветными слонами. И дальше начались маневры. Поскольку тут еще приближался цейтнот. Ян Кшиштоф Дуде постепенно, потихонечку, ему удалось расшатать позицию черного короля. Она достаточно неустойчивая, слабая, угрожает вторжение. Слон Е7, поэтому Ян Непомнящий все держит. Вадя С6, ферзь А7, ферзь Б6. Вадя Б7, ферзь А6. Ян Непомнящий пока повторяет позицию и неожиданно сам начинает играть на победу. Причем это достаточно существенный риск. Поскольку теперь грозит Вадя С7. И ферзь Ф5 играет Ян Непомнящий. Этот отрезок партии. Оба соперника играли достаточно плохо. Ошибались в цейтноте достаточно грубо. Ну и вот критический момент наступил на 53-м ходу. Здесь Ян Кшиштов Дуда мог победить ходом ферзь Б4. Просто связывая слона, нападая на него. И выясняется, что шах и король Ф2, и король прячется от шахов на поле Ж4. То есть вот не сумел Ян Кшиштов понять, что после ладья А2, король Ж1, ладья А1, король Х2. Теперь, если ферзь А2 шах, то король Х3 смело. И на ладья А1, король Ж4. И выясняется, что теперь защищать слона, связанного нечем черным. Шахи кончились, как неожиданно. Это осознавать. И делать нечего. Можно только сдаться черным. Но после ферзь А6 было сыграно ферзь Д3. Ян Кшиштов Дуда ошибается. И в результате Ян Непомнячий уже перехватывает инициативу, вторгаясь своими фигурами. И здесь уже замотовал он просто Яна Кшиштова Дуду. На король Ф4 следует Ж5 мат такой вот симпатичной пешкой. Ну а на король Х3 следует ферзь Х4 мат. Короче, после ферзь Ф2 на 59-м ходу, польский супергроссмейстер признал свое поражение. Сейчас, друзья, вы видите на экране результаты участников. То есть кто как сыграл в первом туре. Также сейчас вы видите жеребьевку второго тура. И мы с вами идем дальше. Белыми играл чемпион мира Магнус Карлсон. Черным играл Ливон Аронян. Во втором туре Магнус Карлсон играет ферзевый гамбит в защиту Рогозина. Значит, Ливон Аронян играет также достаточно крепко. Размениваются ферзи. Король остается у чемпиона мира в центре. И на самом деле чемпиону очень быстро удалось получить перевес. Поскольку неосторожно распорядился своими фигурами. Армянский супергроссмейстер создал себе очень существенную слабость на поле Б7. Ну и дальнейшие действия чемпиона мира привели к тому, что армянский супергроссмейстер полностью оказался переигран по всем, что называется, статьям. Белые полностью доминируют. Вторгаются всеми своими фигурами. Здесь после конь Д5. Вадя бьет Д5. Вадя бьет Е4. Произошел переход в ладейное окончание. Которое оказывается на самом деле безнадежным. Для черных угрожает мат. Надо отвлекать короля. Затем мы видим, что король не может вставать на вертикаль Е ввиду того, что пешка на поле Е6 потеряется с шахом. Поэтому король аккуратненько маневрирует. Приходит в центр. И после ладя Е3 король Ф5. Вадя бьет Е6. Пешка страшная уничтожена. Но ладя Х8. А вот о короле никто не позаботился. Здесь Ливан Аронян сдался. Поскольку на король Ф7 последует ладя Д7. И приходится отдавать ладью. Вот так вот Магнус Карлсон очень быстро и убедительно переиграл Ливана Ароняна. На классе, что называется. И показал всем своим хейтерам. Которые после первого поражения на этом супертурнире начали уже говорить. Да все, Магнусу Карлсону на пенсию пора. Совсем разучился играть чемпион. Нет, чемпион, друзья, еще пока в бою. Идем дальше. Белыми играл Максим Вашьевограф. Черными играл Весли Со. В этой партии была разыграна испанская партия. Причем берлинская защита. Но не берлинский эндшпиль. В результате белые захватили вертикаль Д и получили небольшой перевес в пространстве. Но черные в принципе все контролируют, все держат. И в результате получился переход в разноцветное. Сначала в окончании с разноцветными слонами, а затем и в ладейное окончание. Ну и вот вы не поверите, но это ничейное окончание оказалось не ничейным. Поскольку белые поели много пешек. В результате пешки белых очень быстро побежали в ферзи. Черные попытались наладить контур-игру на противоположном королевском фланге. Продвигая свои пешки. Но, как и положено, в шахматах шахматы трагедии одного темпа. И здесь после ладья Х8 шах отвлекаем короля. Подставляем его под шах. И после короля Х7 ферзи Ф8 выяснилось, что в СЛСО пора капитулировать. Дело в том, что если превращаемся в ферзя, то мат на поле Ж7. Если даем шах, то король просто идет на поле Ж5 и снова мат неизбежен. Ну а если играть король Ж6, то это не помогает. Мы даем шах и даем мат на поле Ж5. Вот так вот искусно Максим Вашевограф переиграл своего соперника в, казалось бы, равном ладейном окончании. Идем дальше. Белыми играл Тимур Аджабов, черными играл Сэмуэль Шенкланд. В этой партии был разыгран принятый ферзевый гамбит. Причем с фернкетированием слона на поле Ж2. На выходе из дебюта соперники действовали достаточно ровно. Но вот здесь Тимур Аджабов начал постепенно, потихонечку переигрывать американского гроссмейстера. Создал две слабости на С6 и на А7. И начал постепенно, потихонечку, планомерно на них поддавливать. В результате черные вынуждены были продвинуть пешку на поле С5. Белые теперь просто сдваиваются. Пешка на поле С4 уже продвинулась. И вроде бы она стала как будто силой. Но с другой стороны она же и слабость. Белые в результате все-таки эту пешку загрызли. Вот точным ходом Б4 бить на проходе нельзя ввиду того, что теряется слон. Ну а после слона Д4 просто потерялась пешка. В результате получилось окончание. Причем очень хорошее. За белых. Здесь, конечно, надо было уже бить, наверное, этого коня. Переходить в ладейное окончание. Которое, может быть, было бы вполне защитимым. А так конь воцарился на поле Е4. Белые прорвались. Полностью задавили черных. Ну и после ладья Ж8 потеряется пешка. Выясняется, что потеряется пешка на поле Ж7. Затем пешка Ж просто проходит ферзи. Не знаю, чем здесь руководствовался Сэм Ульшенко. Конечно, не надо было допускать коня на поле Е4. Надо было срочно его менять и пытаться защищать ладейное окончание. Идем дальше. Белым играл Ян Непомнящий. Черным играл Александр Грещук. Российское противостояние. И в этом российском противостоянии была разыграна сицилианская защита. Вариант Найдорфа. Значит, Ян Непомнящий сразу же заканчивает развитие. Играет длинная рокировка. Ну а Александр Грещук пока без рокировки пытается атаковать на ферзевом фланге. И отказывается от рокировки российский гроссмейстер. В результате делая искусственную. Но это, конечно же, потеря времени. И в результате белые также накатили пешки на королевском фланге. Далее съели пешку на поле Д5 белые. Черные ее отыграли. Ну и получается, опять же, позиция примерно равная. Пешка на поле Е5 вроде бы слабая у черных. С другой стороны, у белых слабость на поле Ф3. Далее опять начинаются маневры с целью прослабить позицию черного короля. Белым удалось здесь пожертвовать качество. Вот здесь, кстати, давайте посмотрим этот момент. После ладья бьет Е5, слон Ф6 выясняется, что ладье уже очень опасно куда-то уходить. Потому что грозит взятие и ладья Б8. Тут уже слоны начинают просто разрывать. Поэтому Ян Непомничий жертвует качество. Ну и критический момент мы сейчас с вами увидим, где я наступил. Пока без качества играет Ян Непомничий. Но у него две пешки. То есть формально полное материальное равенство. Правда, пешки сдвоенные. И двигать их не так-то и просто. В результате черные пока защищаются достаточно точно. Но вот здесь после конца 5 надо было ладья Е8 играть. Черным, конечно. На слон Е4 ладья Д8. И не пускать короля к своим пешкам. Здесь еще и ладья Д2 грозило вторжение. Короче, здесь еще черные как-то худо-бедно пытались держаться на контр-игре. Ну а после А5 выяснилось, что Б5 и пешка страшная проходная. И дальше уже Грещук ничего не смог поделать. Потому что Ян Непомничий образовал страшные силы проходные пешки. В результате Грещук в цейтноте отдает назад качество. Получая окончание с разноцветными слонами. Которое оказалось не ничейным. То есть много получил в результате точной игры Ян Непомничий пешек. И сейчас мы с вами увидим, как он пытается съесть пешку на поле А5. Заставляя черных либо защищать, значит, держать пешку на поле Б7. Видите, слон вынужден держать эту пешку. И в результате все-таки король пошел на прорыв. Король пошел на прорыв. Добрался до пешек королевского фланга. И очень красиво партия закончилась полным цуксвангом. Вот слон Ф8 играет Александр Грещук из последних сил. Две лишних пешки у Яна Непомничего. И после слон Б3 на доске цуксванг. Так, прошу прощения. Вот слон отрезает поле Ф7. Слону остается только пойти на поле Ж7. Х6, слон Ф8. И слон А2. Все, цуксванг. Король проникает на поле Ж6. После чего пешка становится неудержимой. То есть короля оттесняем. Если слон уходит, то король тогда идет на поле Ж8. И пешка идет на поле Х7. Ну а если уходит король, то, соответственно, король идет на поле Ж6. Грещук капитулировал. И Ян Непомничий, соответственно, идет у нас вперед. Перед вашими глазами сейчас результаты участников второго тура. То есть кто как сыграл. И жеребьевка третьего тура. Белыми играл Ани Шгири. Черными играл Ян Непомничий. В этой партии была разыграна сицилианская защита. Вновь вариант Найдерфа. И соперники на выходе из дебюта также получили примерно равную позицию. Черные начали игру на ферзевом фланге. Ну а белые пока постепенно, потихонечку заканчивают развитие. Ну и вот здесь выясняется, что бить пешку, конечно, на поле Д4 никто не может. Потому что тогда будет ход слоны в 6 с потерей качества. Но белые, заблокировав эту пешку, сделали ее мишенью на будущее. И оказывается, что окончание с разноцветными слонами получилось очень тяжелым для черных. Белые ловко ослабили прикрытие черного короля, напав на поле G6. То есть, H5 играет здесь. Значит, Ян Непомнящий, имея в виду, что на взятие на G6 последует ладья бьет D5. Поэтому ферзь бьет D4. Анижгири теперь уничтожает пешку. Получил просто лишнюю пешку. Ну и после ферзи в 7 еще зевнул удар слон бьет G6 Ян Непомнящий. А вот без двух пешек оказалось уже защищаться очень тяжело. Дело в том, что на взятие на G6 последует взятие на E5. И здесь связка пешки на поле D6 решает позицию в пользу белых. После слон бьет G6 ферзь бьет D5 съедает пешку Ян Непомнящий. Получается окончание с разноцветными слонами, но с большими, огромными шансами на победу у белых. Потому что у черных слабы все пешки. Угрожает слон F7 с выигрышем. Значит, далее. Пешки у белых просто покатились, что называется, тихой сапой ферзи. После ладья E7 уже доминация тотальная. Слон D4. И после ладья D7 напали на пешку на поле D6. Передаем очередь входа сопернику. И здесь Ян Непомнящий посмотрел на позицию грустными глазами и просто сдался. Дело в том, что брать на поле F4 нельзя. Ввиду того, что даем шаг и потом, соответственно, объявляем мат. Ну, а так, позиция безнадежная абсолютно. Поэтому после ладья D7 Ян Непомнящий капитулировал. Итак, Аниш Гири победил. И мы идем дальше. Белыми играл Ливон Аронян. Черными играл Максим Вашьевограф. В этой партии была разыграна сицилианская защита. Причем атака Раузера. Достаточно интересный острый вариант. Черные вновь накатывают пешки на ферзьевом фланге. Белые в ответ забирают коня и уводят коня на поле Е2. Далее прорываются по центру ходом F5, не считаясь жертвой пешки. Ну и завоевывают рубежи своими конями. Значит, сейчас мы с вами видим, что белые пожертвовали пешку. И белые пытаются все-таки начать какую-то атаку. Прицелиться к каким-то слабым пунктам в лагере черных. Но белые, вернее черные, пока все держат. Ну вот видите, что пункт на поле F7 где-то подвисает. Поэтому ферзь B7 играет Максим Вашьевограф. Заранее защищая этот пункт. Ладья D1, H6. Конь F3, A4. Ферзь бьет B4. Играет здесь Ливон Аронян, съедая пешку. И после конь бьет F3. Ловушка. Здесь, конечно же, бить GF нельзя ввиду тактики. Ферзь бьет D5. Висит ферзь. Брать нельзя ферзя, потому что будет отвлечение. То есть, если забираем, то тогда просто забираем. И бить нельзя, потому что будет мат на поле E1. Таким образом, черные просто получают лишнюю фигуру. Поэтому после конь бьет F3 было сыграно. Ферзь бьет B7. Теперь конь D2 в промежутке. Играет Ливон Аронян. Король C1. Забирать нельзя. Опять же мат на поле E1. Поэтому король C1. Ну и вот здесь получилось окончание. И здесь ошибается Максим Вашьевограф, играя A3. Вот это вот грубая ошибка, которая стоила ему просто партии. Если бы он сыграл ладья E1 и на ладья D1 разменял бы просто ладьи и взял на поле B2, то ничего страшного бы не случилось. Да, конечно, белые забирают пешку на поле A4, но черные в ответ нападают на коня. Ну и на C4 получается вот такая какая-то позиция. Дальше ладья уходит, например, на поле C5, привязывая ладью к защите пешки на поле C4. Позиция получается, как мы видим, равный материальный эквивалент с проходной пешкой A у белых. Но не захотел идти на эту позицию. Максим Вашьевограф сыграл A3 и получил ход B4. В результате получилось все то же самое, но только в гораздо худшей для черных редакции. Поскольку белые просто надвинули пешки. И пешка B теперь стала просто смертельно опасной проходной. После ладья B3 пришлось сдаться, поскольку пешку B невозможно никак уже удержать. То есть, ну понятно, что на ладья A8 следует B7. И на ладья B8 уже просто конь C7 и конь идет на поле A6. Здесь уже придется отдавать ладью за пешку. И белые, конечно же, победят. Идем дальше. Белыми играл Весли Со, черными играл Даниил Дубов. В этой партии у нас вновь была разыграна сицилянская защита, но вариант Рассалима. Значит, Весли Со поставил такую вот структуру. То есть, она называется как раз Рэйти. Когда пешки на полях Е4 и С4 контролируют поле Д5. Значит, B6, ладья C1. Комь бьет Д4, ферзь бьет Д4. Слон B7, G3. Слон F6, ферзь Д3. Ну и опять же, получилась позиция где-то примерно равная. И давайте мы с вами дойдем до критической точки. Здесь на самом деле начался дикий цейтнот у соперников. Позиция сумасшедший дом. Черные грозят вторгнуться. Белые в результате. Здесь вот на выходе из цейтнота начался сумасшедший дом. И всех вариантов показать не хватит никакого времени. Ну скажу лишь, что черные получили большой перевес. То есть две фигуры за качество. Белые пытаются защищаться. Но позиция их, конечно же, должна быть технически проиграна. Но попав в цейтнот, Данил Дубов вот здесь вот растерял очень большую часть перевеса. Разменяв ферзей. И в результате белым удалось достаточно быстро накинуть пешки. Причем здесь вот уже белые просто перехватили инициативу, съев все пешки. Получили четыре пешки за... Значит, четыре пешки и ладью за две легких фигуры у черных. Ну и позиция получилась на самом деле просто безнадежной. Правда, Данил Дубов защищался до самого конца. И богиня шахмат Каиса дала ему великолепнейший шанс. Вот здесь, после ладья бьет h7, конь f3, шах, король f1, ладья d2, черные практически этюдным образом спасаются. Потому что угрожает конь h2 и конь f3. Так казалось Данилу Дубову. То есть это был последний шанс. И он ставит ловушку американскому гроссмейстеру, куда тот и угодил. Здесь вот он дал неудачный шах ладья h6, хотя выигрывал ход ладья g6. И соответственно на король e5 даем шах, и на король f4 есть ход ладья e2, разрушая всю эту ничейную конструкцию. И теперь просто белые побеждали, оставаясь с огромным материальным перевесом. После же хода ладья h6 здесь Данил Дубов сыграл за 3 секунды король e5, и этот ход проигрывает партию. А к ничьей приводил ход король f7. И теперь делать нечего. Если шахуем, то просто опять же уходим на поле f8. И никак не успевают здесь белые защититься от вот такого вот ничейного механизма. Ну а после король e5 ошибки последовал вскрытый шах f6. Теперь если забирать ладью, то тогда никакого вечного шаха нет. Ну а после король f4, ладья f5 шах, уничтожают белые коня и остаются с четырьмя лишними пешками в ладейном окончании. Король e1, точный ход, защищаемся от мата. И здесь Данил Дубов капитулировал. Вот такая острая интересная партия, где Данил Дубов, конечно, должен был побеждать. Но нервы и цейтнот сделали свое черное дело, и Данил Дубов, к сожалению, проиграл. Сейчас, друзья, на экране вы видите результаты участников, кто как сыграл в третьем туре. Также, соответственно, жеребьевку четвертого тура. И мы с вами идем дальше. Белыми играл Дин Лежень, черными играл Линьер Домингес. В этой партии было разыграно английское начало. Белые сразу же с места в карьер набросили пешки на ферзевом фланге. Далее путем Б5 разменяли белопольных слонов. Ну и получилась интересная позиция. Белые, как мы видим, расставили своих коней по науке, по центру. Один конь на Е5, на Ж5, поддавливаем где-то на черных. Ну а позиция достаточно крепкая у черных. Белые пытаются расшатать позицию и играют конь, бьет Ж6, жертвуя фигуру. После ФЖ ферзь бьет Ж6, угрожает мат и висит конь. Конь Ф6 и конь бьет Е6, нападая сразу же на ферзя, на ладью и на мат. Ферзь Е7, конь бьет Ф8, ладья бьет Ф8. Ну и по итогу комбинации белые получили 3 пешки и ладью за 2 легких фигуры у черных. Дальнейшая часть партии не вызывает особого интереса, поскольку представляет собой очень-очень долгую реализацию достигнутого перевеса. Белые накидывают пешки, черные пытались образовать что-то вроде блокады. Но в результате самое главное, что нужно сделать белым, это разменять единственную активную фигуру, ладью за черных. И когда это удается сделать, вторая ладья уже легко справляется с разноразненными фигурами черных. Ходом ладья Ж4 выясняется, что конь на поле H4 приказывает долго жить. И здесь Линьер Домингес капитулировал. Убедительная победа китайского супергроссмейстера День Лежения, а мы с вами идем дальше. Белыми играл Магнус Карлсон, черными играл Сэмюэль Шенкланд. В этой партии был разыгран дебют Рейти, то есть Магнус Карлсон, как мы видим, варьирует свои дебюты, обладает широким дебютным репертуаром. И постепенно, потихонечку, чемпион мира начинает переигрывать своего соперника. Вот после конь бьет Б5, конь грозит вторгнуться на поле Д6. Ходом А6 черные защищают свою пешку на поле А7, которая висела, но конь вторгся. И после ладья С6, Б4 наступил критический момент в партии, один-единственный. Здесь черным строго единственным ходом надо было играть конь Д3. Хочешь, не хочешь, перекрываться и нападать на коня, значит, своим, соответственно, то есть ладьей и ферзем нападаем на коня, то есть осуществляем вот такое перекрытие. С другой стороны нападаем на пешку на поле Б4. И после конь бьет Е4, конь бьет Е4, ладья бьет Д3, ферзь бьет Б4. Получалась позиция в пользу белых, но черные могут еще очень долго и упорно обороняться. А после Б4, конь Д7, С5 оказались намертво зажаты, черные, с таким вот мощнейшим конем на поле Д6. Ну и дальше Магнус Карлсон просто и технично переиграл своего соперника. Вот здесь вот заметим ход конь бьет Е4, такую жертву. Брать на Е4 нельзя, ввиду слон Ф3, и здесь все теряется на свете. То есть на ферзь Е6 просто забираем на С6, и в результате всех разменов в конце теряется еще и конь на поле Д7. Здесь белые остаются просто с лишним качеством. Значит, ладья Е6 играет Сэм Улишенк, но слон Ж5, Ф6, слон С4, нападая на ладью. Король Х8, и в результате получилось так, что вот здесь вот после хода ладья бьет Д7. Белые остаются уже с большим материальным перевесом, но после Б5 здесь, конечно же, неправильно, не точно сыграл, значит, Сэм Улишенк. Здесь надо было играть ферзь Е8, связывая ладью. Ладья не может уйти, потому что теряется ферзь. Тогда С6, ну и Б5. Вот здесь еще, как говорится, какая-то, может быть, жизнь теплилась, правда, тоже небольшая. Но после хода Б5 сразу выяснилось, что ходом ферзь Д1 просто защищают на самом деле свою ладью белые. И получилось окончание с мощнейшей проходной пешкой С, которую Магнус Карлосом просто моментально провел в ферзи. И на 33-м ходу американский гроссмейстер капитулировал. Ну тут говорить не о чем. Борьба была абсолютно неравная. Чемпион мира просто, что называется, разорвал своего соперника, не оставив ему ни единого шанса на сопротивление. Сейчас перед вашими глазами результаты участников, то есть кто как сыграл в четвертом туре, и жеребьевка пятого тура. Последнего тура в первый игровой день. Белыми играл Ян Непомнящий, черными играл Хикару Накамура. Оба соперника обладают ярким стилем игры, но в результате партия перешла в испанскую партию, причем сухой берлинский эндшпиль, что, конечно же, абсолютно не характерно для игры двух супергроссмейстеров. Ну и в результате выяснилось, что такие позиции лучше понимает Ян Непомнящий. Ему удалось получить хороший эндшпиль, прорваться, значит, своими фигурами, но пока позиции держатся. Правда, слабость на поле Е6, слабость на поле Аш5, все это диктует в пользу белых. В результате еще Хикару Накамура разменял ладьи. Ну и здесь, давайте без особых комментариев, Ян Непомнящий, разменяв еще пару фигур, получил окончание слон против коня. Ну и здесь, конечно, окончание оказалось тяжелым для черных, поскольку слон в борьбе на два фланга намного сильнее неповоротливого коня. И самое противное для черных то, что все их пешки расположены на черных полях. У белых очень простой план, либо прорваться королем, забрать пешку Аш и провести пешку Аш в ферзи, либо, отвлекая короля и коня, проникнуть слоном на поле С7 и объесть все пешки черных на ферзевом фланге. Ну и в результате это достигается после Ф4. Конь Ф7, Ф5 вот таким вот прорывом. Окончание пешечное, конечно, совершенно безнадежное для черных, потому что у белых очень активный король. А так все удалось сделать по уму Яну Непомнящему. Он съел две пешки, ну и выяснилось, что пешка Аш никакой угрозы из себя не представляет. Она очень быстро может быть уничтожена. В результате Накамура отдал фигуру, получил безнадежное пешечное окончание, которое еще по инерции даже немножко поиграл. Но после король Б6, поняв, что его здесь полностью переиграли, что называется, сдался на 64-м ходу. Итак, Янепомнящий одерживает еще одну победу, а мы с вами идем дальше. Белыми играл Янг Шиштов Дуда, черными играл Дин Лежень. Был разыгран ферзевый гамбит, защита Рогозина. Ну и опять же, давайте здесь все эти действия промотаем. Позиция получается, как обычно, у нас примерно равной. Ну и черные, разменявшись на поле Е4, начинают постепенно, потихонечку перестраивать свои фигуры. Белые продвигаются по центру, ну а черные играют на ферзевом фланге. После Е5, конь Ф8, белые захватили пространство. Черные же поставили слона на поле Е4, где его достаточно будет тяжело достать. Итак, черные переходят в контратаку, пытаясь перекрыться. Здесь вот слон Д3, перекрывая ладью полностью. И Янг Шиштов Дуда не выдерживает и жертвует качество. Поскольку терпеть такого слона невозможно, но имея в виду ход Ф5. Теперь ладья вынуждена уйти на поле С6, забирают пешку на поле Д3 Янг Шиштов Дуда и имеет в виду то, что у него может быть, оказывается, здесь может получиться серьезная атака. Где-то прорыв Е6, где-то Ф6 и черным нелегко защищаться. Ну и на самом деле, так все и получилось. То есть, здесь отдал назад качество Дин Лежень. Приближается Цейт Нот. И здесь после слона Б4, это конечно ошибка, надо было играть Е7. И белые получали достаточно большой перевес. После слона Б4, конь Х7, ЕФ, ферзь бьет Ф7. Получается, опять же, позиция, где белые хотят разменять ферзей. Перевести игру в ладейное окончание. И здесь, конечно, надо было опять же черным брать на поле Е5 и просто переходить в ладейное окончание. Но Дин Лежень, как мне кажется, играл просто на победу, на перехват. И в результате попал в Цейт Нот и доигрался. Вот здесь ход ладья Ф2 оказался чудовищной ошибкой. Надо было играть ферзь Ж5, грозя матом. И на ладья Ж4, ферзь Е7. Здесь еще позиция у черных держалась. Ну а ладья Ф2, вот такое неосторожное движение. Вроде бы нападаем на пешку на поле Ф5. И она вроде бы как должна потеряться. Привело к тому, что после ладья Е8 угрожает мат на поле Ж8. Пешка на поле Ф5 держит поле Ж6 под контролем. И выяснилось, что брать ладьей нельзя. Потому что тогда просто потеряется ферзь на связке. Поэтому после ладья Е8 пришлось забирать ферзем. Но тут уже, как говорится, хрен редьки не сващие. Все равно позиция безнадежная. После короля Ж5, не дожидаясь ответного хода соперника, а именно хода ферзь бьет Ж7, с последующим просто либо король Ф4, ферзь Ж3 мат, либо же здесь король Х5, ладья бьет Х6 мат. Короче, за ход до мата Дин Лежень капитулировал. Итак, Янг Шиштоф Дуда победил, а мы с вами идем дальше. Белыми играл Ани Жгири, черными играл Сантош Видит. В этой партии был разыгран ферзевый гамбит, улучшенная защита Тараша. Ну и опять же, позиция получилась достаточно известная, когда черные остаются без рокировки, пешку на поле Е4 белые сразу не забирают, а делают это постепенно. В результате король остался в центре у черных, и белым фигурам удалось до него добраться. Видите, слона даже не берет Ани Жгири, а играет конь Х5. Уводит своего слона, слон С4 напали на ладью, взяли на Ж7, ладья Ф4, ладья Ж4, и теперь после ладья Ж8 конь Е4 угрожает вторжение коня на поле Ф6. Слон Е7, ход вроде бы единственный, и тогда ладья Д1, угрожая взятием на Д7. Ну и после слон Е2, ладья бьет Д7, слон бьет Ж4, ладья бьет Е7, слон бьет Х5. Получилась забавная позиция, когда белые просто уводят слона, и от шаха на поле Ф6 с отыгрышем слона, либо же ладьи, у черных нет никакого спасения. Последовало ладья Д8, Х3, еще такой холодный ответ, форточка, и дальше уже белые просто легко побеждают, потому что они забирают на Х5 с шахом. Ну и после ладья А7, зевнул еще ладья Д5, Сантош видит, конечно, здесь можно еще было как-то долго и упорно сопротивляться, хотя позиции тяжелейшие, но вот ход ладья Д5 привел к моментальному проигрышу из-за слон Ж7. На король Ж8 просто последовала вилка, и белые остаются с лишним конем. Ну, замечу, что на Е8 тоже последует вилка на поле Ф6. Короче, никакой борьбы здесь не получилось, а Нижгири на мастерстве, что называется, переиграл своего соперника на 36-м ходу, тому пришлось капитулировать. Идем дальше. Белыми играл Ливон Аронян, черными играл Даниил Дубов. В этой партии был разыгран дебют, сицилианская защита. Но причем, как мы видим, достаточно такой закрытый вариант, где белые Д4 сразу не продвигают, поэтому черные получают хорошую игру, играя Е5, затыкая центр. Ну и в результате Ливон Аронян пытается рассчитать позицию, играя на ферзевом фланге. Значит, прорывается по центру армянский гроссмейстер. Ну и вот здесь мы с вами сейчас увидим, что центр достаточно быстро разменялся, и вот здесь после слона Ф4, слон Б7, слон С4, конь Д5, Ливон Аронян затевает, что называется, затеи. Слон атакован. Атакована пешка на поле Е5, ладьей и слоном. И здесь Ливон Аронян играет Е6. Находит вот такой остроумный ответ. Кажется, что брать на Ф4 нельзя, потому что тогда будет взятие на Ф7. Но ладья бьет С4. Данил Дубов сначала уничтожает слона, и теперь, если ладья бьет С4, то можно просто забрать слона на поле Ф4. И здесь черные получают просто две фигуры за ладью. Поэтому после ладья бьет С4 играет Ливон Аронян ЕF, король бьет Ф7 и начинает крутить позицию. Конь С6. Напали на ферзя. Значит, слон бьет С6, и ладья бьет С4. В результате, после слона Б7, ферзь Б3, король Ж8, такой вот остроумной игры, Ливон Аронян мог вновь попытаться побороться за равенство хода. Молодя бьет Е4, уничтожая вот эту опасную пешку. Но Ливон Аронян здесь что-то ему почудилось. Он продолжает оставаться, значит, в плену каких-то вот своих комбинаций. Играет ладья Д1, и на ладья Е7, ладья С6. Еще подкручивает вот так вот позицию, перекрываясь. Теперь вроде бы конь где-то должен погибнуть на связке. Но ладья Д7 просто для него дубов защищается. И здесь ладья бьет Д5. Еще одна ошибка. И на ладья бьет Д5, ладья Д6. На это рассчитывал, как мне кажется, Ливон Аронян. Кажется, что теперь белые отыгрывают фигуру и получают отличную позицию. Но зевнул армянский гроссмейстер тот факт, что ладью на поле Д5 черные могут защитить ходом ферзь А8. Вот такие вот ходы зачастую выпадают из поля зрения даже супергроссмейстеров. Заметим, что хода ферзь Ж5 нет. Слон с поля Ф4 держит это поле. А вот ферзь А8, и все. Вся идея, как говорится, пошла прахом. Потому что теперь просто остались без фигуры. Белые. Забрал пешку Ливон Аронян. Но, конечно, это ничего не дало. Еще жертвует Ливон Аронян. Уже, что называется, находясь в состоянии такого вот полу-нокаута. Ну и после ферзь Ф8 Даниил Дубов четко отражает все атакующие потуги. Ферзь Д6. И здесь пришлось капитулировать. Потому что если слон уходит, то следует ладья Д1 с матом. Поскольку ферзь на поле Д6 контролирует поле Х2. А хода ферзь G3, как мы с вами видим, нет. Это поле также черный ферзь контролирует. Короче, не пошла игра у Ливона Ароняна. Он затеял какую-то некорректную комбинацию. И Даниил Дубов это четко опроверг. Идем дальше. Белыми играл Линьер Домингес. Черными играл Магнус Карлсон. Здесь была разыграна сицилианская защита. Причем вариант дракона сыграл чемпион мира. Показывает действительно большое разнообразие в дебютах. Ну и видно, что игра у чемпиона мира на самом деле на этом супертурнире пока идет. Значит, сразу же давайте переключим борьбу. Вернее, не борьбу, а наш обзор на ключевой момент в партии. Здесь, конечно, получилась очень достаточно интересная партия, где Линьер Домингес разменял ферзей. Начал атаковать короля черных. Король Магнуса Карлсона вынужден был идти вперед. Ну и почти вроде бы как будто мат, да? Но не мат, поскольку черный король чувствует себя достаточно уверенно на поле Ф5. Ладья Ф1 Ж5 Создавая себе дорожку для бегства на поле Ж6 Конь Д4 Король Ж6 Ну и после Ф5 ЕФ Конь бьет Ф5 Ж3 Ладья Ж2 Конь Е4 Конь бьет Ж3 Ладья Е8 Конь бьет Е4 ДЕ Е6 ФЕ Ф7 Ладья Ф8 Слон бьет Е6 Линьер Домингес Как мы видим получил достаточно грозную позицию с мощнейшей пешкой на поле Ф7 Ладья С5 Играет Магнус Карлсон Ладья Ж3 Ладья Е5 Слон Ж4 Е3 Ну и Чемпион мира наладил хорошую контр-игру Забрал пешку на поле Ф7 Даже получил лишнюю пешку То есть здесь в цветноте Линьер Домингес играл не точно Ну и вот здесь мы сейчас с вами придем к критическому моменту Получилось слоновое окончание с лишней пешкой у черных и большими шансами на победу Но пока Линьер Домингес защищается достаточно точно Магнус пробует последний шанс и после короля в 5 король b2 вот здесь ошибается Линьер Домингес Здесь надо было играть единственным образом только король f4 давала ничью чтобы успеть на поле c1 Разницу мы сейчас с вами увидим Было сыграно король e5 и после король бьет а3 король d6 слон e8 король c5 а4 слон c4 король b2 король b4 а3 слон d5 слон g6 постепенно потихонечку Магнус осуществляет вытеснение вражеского слона и эта позиция оказывается выиграна за черных то есть все по уму делает чемпион мира уводит слона ну и теперь от хода а2 а1 никакой защиты нет после слона b1 слона b3 цук сванг смотрите как симпатично чемпион мира сыграл то есть король не имеет ни одного хода если король уходит то теряется слон а если слон уходит то пешка проходит ферзи ну а нас интересует позиция после король b2 и если бы например не король e5 а король f4 в чем разница то есть здесь получается так что после король бьет а3 слон e2 значит король b4 слон d1 слон а4 слон g4 теперь если белый вернее черный играют слон b3 то мы успеваем поставить слона на поле d7 а если уводим слона на поле c6 то вновь возвращаем слона на поле d1 поэтому здесь черные должны играть слон значит b5 пока на слон d1 слон c4 с идеей перекрыться слон b3 и вот здесь как раз выручает ход король e3 на слон b3 король d2 единственный ход который делает ничью и король успевает на поле c1 то есть a4 и дальше уже просто можно увести слона например на поле g4 и на a3 уже король c1 выручает на a2 король идет на поле b2 а так король проникает на поле b1 и это строго говоря получалась ничейная позиция разница после король b2 и король e5 очевидна если бы Линьер Домингес после король бьет a3 играл не король d6 а например также слон e2 на король b4 слон d1 не пуская пешку то следует слон a4 тот же самый маневр слон g4 значит слон b5 слон d1 слон c4 с угрозой слон b3 и теперь не успевают белые к полю значит d2 поскольку на король d4 следует слон b3 переход в пешечное окончание абсолютно безнадежен слона вытесняем например на поле g4 и тогда пешка a идет уже просто при спокойной ферзи видите король не попадает на поле c1 вот она вся разница то есть допустив такую вот ошибку в эншпиле одну единственную линьер домингес обрел себя на поражение но конечно нельзя не отметить величайшее мастерство чемпиона мира который очень четко реализовал это окончание друзья сейчас на экране вы видите результаты участников то есть кто как сыграл в пятом туре и сейчас вы видите турнирную таблицу то есть кто какие места занимает у нас в турнире после первого игрового дня друзья если видео вам понравилось то не забудьте поставить лайк подписаться на канал нажав на круглую кнопку с изображением фигурного коня которая возникает прямо сейчас посередине этого ролика также можете спуститься под ролик и нажать кнопку подписаться сделав красную кнопку серенькой я благодарю вас за внимание надеюсь что вам все понравилось надеюсь что вам все было понятно жду обратной связи в комментариях обязательно пишите не стесняйтесь и увидимся на обзоре следующего тура супер турнира ну а если вы щелкнете по левой конечной заставке то вы увидите обзор предыдущего игрового тура справа будет обзор следующего игрового тура таким образом вы не пропустите все интересные события которые проходят на моем канале в рамках очередного супер турнира играйте в шахматы любите шахматы всем счастливо до сих пор до сих пор Продолжение следует...